iRobot Roomba i3 это немного упрощенная и менее дорогая версия топовой модели i7, с которой мы познакомились в 2019 году. Пылесос стоит немного дешевле, обладает более простыми алгоритмами движения, но по-прежнему качественно убирает и совместим с роботом-полотером Bravo M6, а также док-станцией для очистки контейнера для пыли. Скажу сразу, пылесос мне понравился и после знакомства с ним его цена не кажется большой. Описывать внешний вид роботов-пылесосов занятие, как правило, бессмысленное. Задача дизайна таких гаджетов в том, чтобы не выделяться в интерьере и быть достаточно практичными, как для устройства, которое будет регулярно сталкиваться с вашими стенами. С точки зрения внешнего вида, Roomba i3 полностью соответствует этим критериям. Пылесос очень похож на топовую модель i7, но глянца здесь минимум, он строго в нужных местах. Верхняя панель выполнена из практичного шероховатого пластика с имитацией тканевого покрытия. По своей компоновке все очень стандартно для этой категории бытовой техники. Формально пылесосу для работы даже не нужно приложение для смартфона. Достаточно установить док-станцию для зарядки в месте, где будет свободное пространство примерно по 1 метру справа и слева. Зарядить аккумулятор пылесоса и нажать на кнопку уборки. После этого пылесос сам начинает сканировать помещение и убирать в свободном пространстве. Но если вы хотите получить максимум возможностей по управлению пылесосом, то для этого понадобится фирменное приложение iRobot Home, которое претерпело заметный редизайн и получило более удобный интерфейс, чем момент нашего прошлого знакомства с продукцией этого производителя. В приложении вы можете создавать разные профили, включать уборку по расписанию и получать уведомления о заполнении контейнера. Также вы можете задать временной интервал до вашего возвращения, при наступлении которого iRobot Roomba i3 закончит уборку. Эта функция работает при помощи геолокации вашего смартфона. Что немного смутило, так это поддержка стандарта Wi-Fi 2.4 ГГц без поддержки 5 ГГц. Нельзя сказать, что это серьезный недостаток, но старшая модель i7 Plus поддерживала 5 ГГц и это явное упрощение. Скажу сразу, пылесос довольно шумный при уборке. По моим замерам его уровень составил 60-65 дБ. Это не вредно для слуха, но тишину заметно нарушает. Но, с другой стороны, качество уборки этого пылесоса того стоит. Очень понравился алгоритм уборки. Пылесос движется по помещению зигзагами и не пропускает ни одного из мест, где он понимает, что может проехать. А если возможность проезда не очевидна, на первый взгляд, то пылесос сделает несколько аккуратных попыток туда заехать, развернется и поедет дальше. Это могут быть как проемы между стулом и стулом, так и другие труднодоступные места между мебелью и бытовой техникой. Пылесос убирает действительно качественно, о чем я сделал вывод по количеству пыли и других частиц в контейнере после уборки. А также по следам на ковре, утоптанный ворс которого пылесос приподнимал с каждым проездом. Тут стоит сказать спасибо не только большой силе всасывания, но и резиновым валикам, которые захватывают с поверхности все, что возможно, и не требуют дополнительной очистки. В отличие от обычных валиков-щеток, волосы с которых затем убирать еще то удовольствие. Контейнер довольно легко очищается от пыли, а затем его можно помыть под проточной водой. По заявлению производителя, одного заряда аккумулятора достаточно для уборки примерно 150 квадратных метров. Разумеется, итоговое значение будет зависеть и от степени загрязненности поверхности, которую Roomba i3 также умеет анализировать. Но даже если аккумулятор пылесоса садится до момента окончания уборки всего помещения, то пылесос все равно использует оставшийся заряд для пути к зарядному устройству, а получив достаточный заряд, затем продолжает уборку с того момента, где она была окончена. Мне очень понравился iRobot Roomba i3. За время тестирования пылесос убирал у меня в квартире каждый день далеко не в самых простых условиях на протяжении нескольких недель. Много пыли, много разных препятствий на пути, но по возможности он справлялся с этими испытаниями с честью. Да, его цена несколько выше, чем у некоторых конкурентов, но с учетом качества уборки для меня она полностью понятна. Я не нашел недостатка в этой модели, связанных с качеством уборки или программными алгоритмами и могу рекомендовать ее к покупке.